МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступивший у православных Великий пост, а чуть ранее у мусульман священный месяц Рамадан, это подготовка к таинству перехода человека к новой жизни, его духовное очищение перед великими событиями. Мы все знаем о строгих ограничениях правил приема пищи в эти дни. Но не только. Главное, это погружение в мысли о своей жизни, о своих делах, их смысле и последствиях. В политической жизни тоже шли процессы подготовки к новой жизни. О том, как это было, и поговорим в эфире программы Соль событий. Поехали! Важнейшим событием прошедших дней стали выборы президента России. Впервые голосование проходило три дня. Впервые в выборах президента России принимали участие жители четырех новых регионов, недавно вошедших в состав страны. Впервые выборы проходили в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления и реальных угроз безопасности. Наверное, это и определило результат. Рекордная явка – это итог сложения всех трех факторов. Действительно, голосовать три дня намного удобнее, чем только воскресенье. А самая высокая явка как раз и была в новых регионах, где люди дождались, наконец, возможности быть вместе со своим народом и голосовать за своего лидера. Там это был действительно всенародный праздник. Рост внешних угроз также приводит только к сплочению российского народа, всегда готового дать отпор агрессору. Так было и на этот раз. И здесь мы плавно переходим к итогам голосования. Они тоже беспрецедентные. Явка по стране составила 77,4%. За первое место действующего президента России Владимира Путина проголосовало 87,3% избирателей. Интрига была дальше. И данные социологов не давали однозначного прогноза. В итоге второе место – Николай Харитонов – 4,3%. Третье – Владислав Домонков – 3,8%. Четвертое – Леонид Слуцкий – 3,2%. Подводя итоги избирательной кампании, Владимир Путин заявил, что для всех стало понятно, кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как не хотел нас подавить, нашу волю, сознание. Ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось. И не получится в будущем. Никогда. А впереди у нас много конкретных задач. У всякой эпохи свои задачи и их решения обеспечивает прогресс человечества. Генрих Гейне В Китае завершилось главное политическое событие этого года. Две сессии. Как называют, одновременно проходившее заседание Народно-политического консультационного совета высшего совещательного органа страны и Всекитайский совет народных представителей – парламент КНР. Традиционно это время, когда принимались ключевые кадровые и стратегические решения. Но не в этот раз. И это симптоматично. Налицо смещение активности и ответственности за развитие страны от государственного аппарата к партийным органам. Вот и сейчас. Официальных новых решениях по стратегии развития не принято, пока не проведен задерживающийся с прошлого года экономический третий пленум ЦК КПК 20-го созыва. Новый министр иностранных дел так и не был назначен, несмотря на ожидания. А премьер-министр Лицянь даже не стал проводить пресс-конференцию по итогам сессии. Что нарушило традицию, сложившуюся с 93-го года прошлого века. В целом, это подтверждение тренда на усиление эпохи тихой власти Си Цзиньпиня. Как пример национальных традиций в системах государственного управления. И мы будем с уважением к ним относиться. Это и есть многополярный мир. Традицию нельзя унаследовать. Ее надо завоевать. Томас Стернс Эллиот. Как пример разнообразия системы управления новостей из Нидерландов. Здесь глава праворадикальной партии «Свобода» Герт Вильдерс заявил, что больше не видит шансов занять пост премьер-министра. Это несмотря на то, что именно его партия сформировала самую большую фракцию в парламенте по итогам выборов в декабре прошлого года, получив 37 мест в палате представителей из 150 возможных. Напомним, что это не первый случай в Европе, когда правые получают лучший результат на выборах, но потом не в состоянии сформировать кабинет из-за отсутствия партнеров по коалиции. Так было в Испании и Польше в прошлом году и вот теперь в Нидерландах. Впереди еще выборы в Бельгии и Австрии, где правые также рассчитывают на хороший результат. Но получится у них в итоге прийти к власти? Еще вопрос. Такой подход – это тоже суверенное право традиционных особенностей формирования органов государственной власти в этих странах. И мы тоже с уважением будем к ним относиться. Кто резко высказывает свои мнения о чужих действиях, тот обязывает этим и самого себя действовать лучше других. Виссарион Григорьевич Билинский. В Петербурге тоже подвели итоги голосования на выборах президента России. Они традиционно несколько отличаются от общефедеральных. Явка состояла 74,4%. Первое место – Владимир Путин – 81,6%. Второе место – Владислав Дованков – 6,9%. Третье – Леонид Слуцкий – 5,1%. Четвертое – Николай Харитонов – 3,5%. Это тоже интересный и хороший результат. Подводя итоги голосования, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что своим активным участием петербургцы в очередной раз продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность. Ведь от голоса каждого избирателя зависит, какими станут ближайшие 6 лет. Как для всей России, так и для нашего города. Что ж, как говорил классик, цели определены, задачи ясны, за работу, товарищи. Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно. Справедливо говорил один из величайших правителей Рима Гай Юли Цезарь. О таких делах и событиях, которые произойдут в ближайшее время и, возможно, станут поворотами в политической жизни нашей страны и мира, мы расскажем уже в эфире следующей программы «Соль событий». Счастливо! Рима Гай Юли Цезарь